Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Женщина, пока замуж не выйдет, она не может быть устойчивой. Она везде устает на работе, потому что она ко всему привязывается, везде хочет прибежища, а прибежища, кроме как в семье, у женщины нигде нет. Поэтому и тяжело жить. Это такой пример приводится в ведах, что сравнивается женщина с курицей. Она, когда не замужем, она бегает. Носятся постоянно, то на одну работу, то на другую. Здесь надоел, устал, здесь устал, туда-сюда-сюда. Потом замуж вышла. Яичко снесла сразу. Как определяют они там в курятнике, что яичко снесла? Она, курица не бегает уже, она сидит. Успокаивается. Значит, замуж вышла или яичко снесла. Ну, значит, прибежища не нашла в мужа. Дурак какой-то, попал за тут. То есть... Да, это ваше же отношение. Бог дает человеку то, что он заслужил. Надо принять свою судьбу. Мужа не приняла, будешь бегать дальше. А, вы теща, значит, да? То есть вы созданы для того, чтобы уничтожить семью, да? Своей дочери. Я вам помог в этом, да? То есть я сейчас вам дал возможности. Будьте осторожны. Вы созданы для разрушения семьи, своей дочери. Людакси, тещи так устроены, да. Не все. Все так устроены, но не все это делают. Почему так это действует судьба? Потому что вы же дочки свои. Она же лапочка. Вы же ей хотите самого лучшего мужика на свете. Самого лучшего. Понимаете? Все. Вот так и думайте всегда. Все. Будут другие мысли приходить в голову, выгоните. Мне зять очень нравится. Мне зять очень нравится. Зять... Очень нравится, мой зять. Все. Тогда все нормально. Просли кровь. Ну, почти. Почти то же самое. Но только в том случае, если сын слепо слушается свою мать, слепо слушается, как зомби, придется, тогда она может разрушить его сыну. Если он не берется на себя ответственность маленьким сыночек, не берет на себя ответственность мужчине, тогда то же самое может. Ну, только в этом случае. Теща может помочь даже. Да. Да, то есть есть разные. Просто, ну, опять же, зависит от того, как ведет себя человек, допустим. Она является судьбоносным объектом жизни семьи тещи. И как к ней относится, допустим, человек, так и получается. Как мне нужно, вот тогда, как меня же на лучшем она всегда. Сколько жизней, а в твоте, сколько жизнь, где-то в миланке, Лучше душу, с трудной, помоги, Мы в мальчhtом с тобой не родни, По том, где в миланке и огня, Мы в терпе, я вам для тебя. Значит, жена вернется, потому что женщина очень верит близким людям, она прибежище у близких ищет, и если мама просто скажет, да нормальный парень, оставайся, она сразу задумается, задумается, и сразу у нее появятся другие мысли на этот человек, понимаете, поэтому как бы, ну, если мужчина, как бы к теще очень старается, с ней отношения строит, унижается перед ней, как бы, ну, старается, то семью он может сохранить, очень сильные возможности сохранить семью. Также, если девушка унижается, не унижается, а просто смиренно относится к свекрови, она тоже легко может сохранить семью, торчат для того, чтобы удержать семью.